Этот конфликт, он, слава богу, был непродолжительным. Тем не менее, он очень глубоко врезался мне в память. Но мне, конечно, запомнилось то, как все начиналось, как это происходило. Драматизм этой ситуации не скрою. И, конечно, необходимость принять самое непростое в моей жизни решение. Оно действительно было самым непростым в моей жизни. И в жизни обычного человека, и в биографии молодого тогда президента, который провел на своем посту меньше 90 дней. До самого последнего момента я надеялся, что они остановятся. Но, к сожалению, уже где-то в районе часа ночи, когда я переговорил со всеми участниками непосредственных событий, после этого доклада мне пришлось принять вот это самое трудное решение, когда я вынужден был дать прямое указание, начинать военные действия и открыть огонь по силам грузинских войск. Господин Саакашвили пребывал в иллюзии, что после смены руководства в России можно постараться, так сказать, потихонечку достичь вот тех целей, которые ему не удавалось достичь и его предшественникам в предыдущие годы. Определенную роль сыграла прямая поддержка, которая оказывалась Саакашвили со стороны Соединенных Штатов Америки, некоторых других стран. Вы знаете, я не высокого мнения о военных и дипломатических талантах Саакашвили. Я думаю, что он прежде всего ориентировался на вариант невмешательства России в конфликт. Быстрый заход в Цхинвал, захват основных зданий, восстановление понимания грузинского руководства, конституционного порядка и заступничества со стороны Соединенных Штатов Америки и некоторых других государств. Мы изначально не преследовали цели смены режима, даже несмотря на то, что господин Саакашвили по понятным причинам является для меня и для моих коллег абсолютно нерукопожатным лицом. И я считаю его военным преступником. Тем не менее, мы считали и считаем, что сам народ должен разбираться со своими правителями. Я как-то даже вспоминал, как во время моего посещения Белого дома в качестве руководителя администрации президента первое, что мне сказал мой последующий коллега Джордж Буш-младший, он сказал, что Миша Саакашвили хороший парень. С Россией нельзя конфликтовать с Соединенным Штатами Америки. Это понимает любой президент Соединенных Штатов. Соединенные Штаты Америки заняли такую двоякую позицию, что, наверное, было большим разочарованием для части умников из Грузии. В деятельности целого ряда мировых, очень известных, уважаемых, авторитетных СМИ пропаганды было 90% и только 10% правды. Для меня самого это, конечно, было большим разочарованием. И сейчас, после работы различного рода комиссий, включая комиссию Тольевини, все признают, что на самом деле произошло. Я уверен, что все будет нормально. Наши народы и не ссорились. К сожалению, этот конфликт, конечно, не помогает взаимопониманию. Но это не глубинный конфликт народов. Это, к сожалению, еще раз говорю, ошибка, переросшая в преступление со стороны отдельных руководителей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова